здравствуйте меня зовут александр паснова я закринял цветочник сегодняшнее видео у нас посвящено мастер-классу по украшению дома к новому году праздник внутри нас мы сами творцы своего счастья своей радости в принципе только от нас зависит как у нас будет настроение с каким настроением и просыпаемся днем поэтому когда мы украшаем свое жилье то это добавляет ну такой элемент радости вокруг нас и самое главное что много праздников в году но ключевых праздников не так много один из них новый год и рождество поэтому традиционно к новому году рождество украшают дома праздничными венками потому что круг это символ богатства плодородия жизни и делают настольной композиции когда вы ставите такую настольную композицию себе домой у вас автоматически поднимается настроение а еще мы будем использовать елку и запах хвои он конечно же тоже ассоциируется у нас с новым годом что немаловажно хочу вам сказать что также очень очень украшает дом это план сети рождественская звезда которую мы начинаем навозить с ноября месяца потому что это самый самый сезонный цветок уже само наличие его в доме поднимает настроение настраивать нас на нужный лад на подарки оливье мандарины ну и прочие рождественские новогодние истории и так сейчас мы покажем мастер-класс который вы можете повторить сами своими руками если хотите вы можете приобрести у нас набор для этого мастер-класса потому что все что мы используем ну мы используем то что у нас продается на флорс точка ру либо в нашей мастерской либо если вы смотрите нас и находитесь где-то недалеко на востоке москвы либо палаших и мы с удовольствием приглашаем вас в нашу мастерскую чтобы вы под чутким руководством наши волшебные ирина то что она волшебного уже говорили мне об этом неоднократно смогли убедиться потому что вы видите какой натворит красоту прийти сделать такое украшение своими руками но под ее руководством если у вас такой возможности нет пожалуйста наслаждайтесь повторяйте творите и самовыражайтесь потому что творчество это прекрасный процесс это как раз толка тот вернее то действие которое включает нас потоковое состояние сейчас это очень модно и люди проходят всяческие ретриты ездят в индию не надо ездить в индию просто начните творить но тем более границы сейчас закрыты поэтому творчество это единственно доступный и быстро то есть по щелчку как только вы погружаетесь творческие процессы вы включаетесь в потоковое состояние и ну скорее всего после того как вы закончите во верху вас поднимется настроение у вас поднимется самооценка что у вас золотые ручки вы смогли сделать все сами на мои ручки я надеюсь не видно потому что они меня после двухдневных пересадок а у меня прям такой настоящий уникер цветочника но я исправлюсь вот и после такого состояния потока и медитации как правило приходит инсайты приходит наилучшее решение если вас мучили какие-то вопросы обязательно найдете на них ответ я заканчиваю свою болтовню и давайте посмотрим что будет нам предлагать ирина и так что у нас есть у нас есть флористическая губка у нас есть клеевой пистолет кусачки герберная проволока коробочки хлопка вот такой подсвечник со свечечкой прелесть вот этого подсвечника в том что он керамический и мы можем по мере того как свечка прогорела менять ее на новую и это пожаробезопасно поскольку керамика предохраняет от соприкосновения с хвой не есть у нас такой поддончик ну и само собой новогодние шарики шишечки и тип лента который мы будем приклеивать я могу так ир берет у нас подсвечник мажет его термоклеем и будет сейчас его приклеивать к блюдечку для того чтобы композиция была устойчивая не шаталась не вываливалась ну я так подозреваю что именно для этого с помощью флористического ножа нарезается губка но у нас она такой необычной формы вообще она у нас будет наборите прямоугольный вам будет работать с ней легче и собственно вот главная героиня нового года это голубая ель почему используется голубая ель для таких композиций украшений потому что она очень долго сохраняется декоративность она подсыхает немножко но не остается вот этот вот голубой цвет и она не сыпется поэтому она является основой новогодних венков и новогодних композиций для украшения стола так и так у нас основа готова то есть мы положили специально флористическую губку она намоченная потому что елка это все-таки хоть но уже и срезаны но тем не менее она пьет воду пьет и очень много все что нужно будет это подрезать подливать в оазис воды чтобы елка как можно дольше сохраняла свежесть и не подсыхала флористический тейп да скотч что это можно и скотч то есть крепим оазис чтобы он держался внутри формы и не вываливался ну мало ли у кого там коты дети то есть в любом случае это будет закреплено подсвечник у нас приклеен оазис будет так закреплен крест на крест мы посмотрели что встречать его нужно соответствующими цветами нарядами то есть что подходит к этому году все кроме красного красный исключить просто на строго подходит у нас коричневый бежевый молочный голубой серебряный ну и само собой белый ну мы взяли за основу все-таки коричневый и белая свечка у нас и мы сейчас будем использовать такие белые золотистые разные оттенки которые подадут подойдут к подсвечникам режется на искусств веточки елки то есть ёлку мы предварительно нарезан на самом деле на самом деле это будет быстрее оттенки все-таки ветки не срез чуть-чуть мы зачищаем хвою снизу чтобы она втыкалась легко и не мешала потому что если мы оставим иголки снизу то будет сложно воткнуть ветку в губку в губку то сейчас наша задача закрыть то в ту емкость в которой находится подсвечник правильно то есть от длинный веток зависит какой диаметр будет у композиции то есть если у вас позволяет место можете брать ветки по длиннее и ноут мы решили мы начали делать побольше потом решили все-таки делать поменьше тоже площадь позволяет не у всех ну да это будет как это можно использовать как центральное украшение стола причем что сделать вы можете не обязательно кануне нового года это сделать можно уже в ноябре в любой в любой выходной декабря потому что ёлка сохранить свою декоративность у вас будет такое праздничное настроение ну и помимо того что у нас закрывается низ композиции это будет основой для композиции на которую будут идти украшения люди которые против елок живых то это в принципе как вариант замена елки потому что хвои есть ёлка есть украшение есть праздничный наряд на настроение создается то есть отведите примерно внутри четыре сантиметра между веточками мы как же пахнет прям запахло елкой осталось пойти мандаринов купить иначе и сварить овощи на шифе кстати мандарин можно использовать в композициях если они по цвету подходят это же захочется еще и мандариновых запах все видите вот у нас первый ряд готов то есть мы закрыли низ несмотря на то что чуть-чуть просвет идет она сейчас сверху забьется его не видно будет совсем что касается срезанных цветов и ели вот этих вы не переживайте их специально выращивают на плантациях и елки срезают которые привозят на продажу но по крайней мере не знаю как российский но датский абсолютно точно я лично видела плантации этих пихт от мало до велик их высаживают рядочками и просто выращивают как срезанные цветы просто это срезанные деревья то есть принципе вот на такую композицию одна большая ветка или сколько кует большая дайна блеса но здесь у нас просто не эти то есть такие две ветки ну либо одна большая то есть у нас должно получиться такой достаточно плотная но не совсем без просветов заполнения оазиса видите уже мне кажется уже достаточно нарядно но если бы мы использовали только елку то тогда конечно мы бы закрывали целиком чтобы дырок не было вообще благодаря тому что у нас тарелочка в которой мы будем подливать воды вода у нас будет сохраняться внутренние и и мы сможем сохранить елку достаточно долго но потом она со временем подсохнет но это в принципе не скажется ни на ее объеме ни на ее внешнем виде мы шариками мы закрываем соответственно кусочки азиса которые у нас видны шарики в каком порядке ставлю на самом деле здесь фантазии да то есть можно конечно если большая композиция располагать в шахматном порядке на расстоянии когда композиция небольшая то нужно просто крупные элементы выставить а потом заполнить 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 а потом уже распределять материал ну вообще сейчас конечно больше используют усиливают эффект цветы или сухоцветы ставится вот кучка ручка надо или там пара тройка а тело вкуса то есть у нас есть специальная герберная проволока за ножку хлопок мы приматываем чтобы можно было и отрезаем на нужную длину и материал не должен быть весь прям вот так вот сверху потому что нужно набрать и углублять и выставлять и где-то даже прятать то есть вот прям вот куда заходить в колечко к этому прикрутить как лампочка как лампочка да не знаю как люди любят считать по стеблям нет конечно на самом деле если вы обратите внимание есть даже масса композиций новогодних которые вообще плотно плотно забиваются прям вот шариками а с двумя в европе адвентные композиции там четыре свечи там целая история в начале декабря в первой половине в первой неделе в первой неделе ставят четыре свечи четыре композиции настольные причем изначально эта цветовая гамма такая очень спокойная а потом зажигают в одну свечку в первую неделю во вторую в третью и прибавляют цвета и кожа к Рождеству она становится и спокойной и прирастает в такую же более яркую классическую красную желудую ну это определенные традиции культура у нас к сожалению это не так развита хотя ну европейцы просто любят жизни и наслаждаются и поэтому у них есть традиции украшения своих домов нам бы тоже вот мы тоже хотим чтобы у нас тоже так было вот мы и делаем показывают мастер-класс а вы украшаете свой дом снаружи снаружи у меня всегда украшать круглый год шишечку тоже мы за ней сцепляем чтоб шишечка была нарядная можно кончики покрасить белой краской это гуашь или да нужно оставить как есть ну кашишечки так покрашена такое ощущение что их снежком припрашивала кстати можно использовать искусственный снег главное не переборщить потому что самое главное вовремя остановиться ну вот собственно наша композиция готов сейчас я ее переставлю покажу уже конечный результат это снег вот как выглядит у нас видите чуть-чуть снежка и так вот такая у нас получилось новогодняя композиция настольная можно устраивать романтический не обязательно дожидаться нового года просто романтический ужин зажигать свечку и весь декабрь и январь наслаждаться праздником который вы сделали своими руками займет такая композиция примерно 30-40 минут изготовления но результат будет радовать вас не один день я думаю что это того стоит надеюсь вам понравилось и вы решите обратиться или к нам или если у вас есть подручный материал а мы находимся слишком далеко то вы знаете что делать и так удачи в ваших творческих порывах удачи